Всем доброго утра! Вы на канале Капитан Герман и я, собственно, этот капитан. А у нас сейчас утренний кофе, потому что мы начинаем наш новый выпуск. И вы знаете, где мы находимся, потому что я уверен, что вы следили за нашим путешествием. Так вот, мы сейчас находимся с вами на атолле в середине океана. И называется он Минерва Риф. Который стоит просто посредине Тихого океана в очень большой отдаленности от основных мест, где могут люди жить. И больше скажу, здесь нет земли. Здесь есть просто риф, об который разбиваются волны и внутри это ровная акватория. Видите эту лодку? Они пришли сегодня ночью, я не знаю откуда, но вот их здесь не было и они тут появились. Но давайте я вам покажу, как мы стоим. Спереди вот эта голубая водичка, это уже где-то около 6 метров. И за ней идет барьерный риф, об который разбиваются волны. В принципе, я даже не знаю, что вам показывать, потому что выглядит это все следующим образом. Ровная вода, а там разбиваются волны. Вот, собственно, и весь риф. Земли здесь нет, поэтому как вам его прикольно показать, я не знаю. Риф Минерва уникален тем, что у него совершенно нету земли. И он расположен достаточно далеко, на расстоянии 270 морских миль от Нукуалофа Тонга. То есть, этот риф не попадает под понятие экономической зоны страны. И так как там нет земли, на эту акваторию, территорию могут претендовать кто угодно. Поэтому в 70-х годах на атолле Минерва организовали либертарианское государство, которое просуществовало совсем недолго. И Тонга, королевство Тонга ввели туда своих военных, которые отобрали у либертарианцев эту акваторию. На этот риф претендовали еще Фиджи, но сейчас, по всем законам международным, Минерва принадлежит королевству Тонга. Минерва-риф состоит из двух атоллов, северного и южного. Южный немножко меньше, северный чуть-чуть больше и более ровная вода. Народ, не забывайте подписываться на наш канал, потому что для нас это важно. Вы знаете, что YouTube денег, в принципе, не приносит. И я это делаю исключительно как хобби. И если я вижу циферки, которые меня радуют, мне хочется и дальше делать этот контент, прикольный контент. Потому что то, где мы снимаем, сюда люди практически не заходят. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на канал, проверяйте колокольчик, потому что вам будут приходить уведомления с этих великолепных мест. И еще, у нас есть телеграм-канал, куда я почу все прикольное. Вот прямо из места, в которое мы встали. Пришли, сфоткали, запостили, что-то написали. Поэтому телеграм-канал, тоже подписочка. Будем его сейчас активнее развивать. Погнали дальше. Ну, можно сказать, что мы готовы собираться для того, чтобы изведать, что же здесь на этих великолепных рифах. Так, ну что, мы вроде собраны, готовы. У нас тут ласты, маски, маленький баллончик, ружья. И так, мы берем еще с собой радио на всякий случай. И вот сейчас будем спускать тузик. Вы еще просили показать, как это делается. Несложно, смотрите. У нас здесь идет три веревки, нос и две сзади. И они идут на хальярд. И он у нас выведен наружу джеков. И вот Дина, лебедочка. Да, Дина, поднимай. И еще. Мы его выводим вот так вот наружу. И вот сейчас его Дина начинает опускать. Все, тузик на воде. Вообще, этот риф, вернее, Минерва-риф, это атолл, у которого внутри лагуна. И по краю есть барьерный риф, который защищает эту внутреннюю лагуну от океанического свела, от океанических волн. И то, что мы сейчас видим, это прямо рядом с лодкой. И, конечно, этот риф, ну, не самый богатый, скажем так. Но он прикольный тем, что это абсолютно дикое место в природе. То, какое оно есть и сформировалось за миллионы лет. Да, еще интересно, что из-за того, что здесь нету никаких поселений людей, рыбы вообще не пуганные. То есть, в отличие от других мест, где чаще бывают туристы, и, возможно, чаще происходит охота на рыб, здесь они абсолютно не пуганные. Здесь не пуганные рыбы, не пуганные лангусты. И интересно, что здесь рыбы дорастают до каких-то невероятных размеров. Нам рассказывали, что это тоже связано с тем, что здесь на них их не вылавливают. То есть, если в местах, где их чаще вылавливают, они не дорастают до таких размеров. А здесь они живут свою долгую и счастливую жизнь. И самые крупные рыбы-попугаи, которых мы когда-либо видели, это мы их встретили именно здесь. Они где-то доходят до 70, наверное, даже 80 сантиметров. Мы это покажем, потом они у нас будут, когда мы пойдем наружу рифа. Но здесь, во внутренней акватории, в основном, даже, наверное, не кораллы, а камни. И в этих камнях живет большое количество ракушек, вот этих, как они называются, клэмшелл. И они большие, они огромные. И большое количество рифовых рыб, которые вокруг этих камней обитают. Ну, я бы сказала, что все-таки это не то, чтобы камни, это остатки кораллов. Потому что в них такие пещеры, и под ними всегда пещеры. То есть, это как раз вот излюбленное место рыб. Они прячутся там. Я думаю, что часть из них, наверное, ночные рыбы. И дневное время они там заседают. А часть дневные. Ну, в общем, у них там хорошее место спрятаться и от солнца, и от нас. А еще здесь большое количество лобстеров, и это была основная задача, что, собственно, я хотел от этих камней. Это не лобстеры. Ну, лобстеры это с клешнями, но их здесь так называют. Это лангусты, потому что крэйфиш. У них нету клешень, у них есть только лапы, и они просто сидят. И большие колючие усы. И большие колючие усы, они сидят под камнями. И на них можно охотиться, собственно, чем вот я и занимаюсь. Потому что у нас есть идея получить сегодня вкусный ужин. Да, вкусный, элитный. Они здесь дорастают до каких-то тоже невероятных размеров. Как коты. Это самые большие, которых мы когда-либо ловили, это здесь. Охотиться на них очень просто. Ныряешь под камень, смотришь, из-под камня торчат усы, и просто в него стреляешь. Вообще, их нужно ловить либо руками, по правилам, либо такой петлей. Но этого у нас нет. Ты без рук. Итак, тут я увидела этого великолепного маленького персонажа. Так он плывет. И поэтому я его заметила из-за его таких непонятных движений. И оказалось, что это морской слизень. То есть это такой брюхоногий, который не имеет домика, но выглядит как слизняк с такими, как будто много-много крылышек бабочки на нем. Сислак. Сислак, да. Он всего несколько сантиметров, сантиметр, наверное, 4 размером. То есть его не так просто заметить, но он невероятно красивый. Это одно из самых красивых морских существ, которые я вообще встречала. Здесь, конечно, GoPro не супер подходит для таких съемок. Но вот вам для понимания фотография этого великолепного монстрика. Он выглядит как что-то вообще из другого мира. По-английски он называется Sears Negricans. О нем вообще очень мало информации. Это один из самых красивых представителей этого рода. Называется по-русски, по-моему, что-то вроде как бабочка-морской слизняк или как-то так. Они широко распространены в Тихоокеанских островах, ну и в западной части Тихого океана. Он похож как, я не знаю, много-много маленьких бабочек присели на что-то одно. То есть у него такое оперение, и он им пользуется для перемещения. То есть когда он куда-то собирается по своим делам, он вот этими крылышками машет и, собственно, так перемещается. А потом, когда он понимает, что вот тут хочет присесть, он останавливает эти взмахи и просто падает на землю. Встретить такого красавчика – это большая удача, поскольку они мелкие и труднозаметные. Но мне повезло, что вот он именно был в движении, плыл, и так я его увидела. Многие люди коллекционируют фотографии с такими штуками. Теперь вот я тоже буду коллекционировать. Это второй в моей коллекции таких сислагов. КОНЕЦ Музыка Но это мы съездили, между прочим, только на внутреннюю часть рифа, посмотрели на вот то, что внутри. На самом деле риф, ну, скажем так себе, прямо ничего особенного. Но здесь это просто внутренняя часть, какие-то камни, и под ними вот эти лобстеры желудка, на которых можно охотиться. Рыбы много, я думаю, что здесь, если там с борта закинуть, и поймается сразу. Но мы приехали сюда, чтобы просто половить лобстеров и их поесть, и вот в этом реализовываемся. Из вот этих трех лобстеров получились у нас три таких хвостика, и они сейчас пойдут у нас вот сюда на гриль. Поэтому будет у нас сегодня на ужин вот такие самоловленные лобстеры на гриле. Вы видите, сейчас здесь все такое, достаточно ровная вода, и не качает, то есть такие маленькие волны есть. Потому что сейчас low tide, то есть мало воды, и риф оголяется, и вода сюда вообще не проходит. А когда high tide поднимается, и не все волны убираются об риф, они продолжают заходить. То есть на high tide здесь получается такое чуть-чуть чопи. Поэтому нужно здесь понимать эту особенность и становиться, где вы видите, где вот риф повыше, вот типа вот там, вот желательно туда левее становиться, тогда будет меньше качать. Народ, вы видели когда-нибудь такую упаковку? Это обычное масло сливочное, то есть такое вот просто в железной банке. Ну, которое можно без холодильника хранить, и оно у нас сто мудрою еще. Ну да, а потом нужно хранить в холодильнике, когда его... Ну да. Ну да, понятно дело, прикольно, что оно в железной банке. Вообще фасовка такая очень странная. Слушай, это суперудобно, когда у тебя нет места в холодильнике, и тебе надо очень много запасаться там чем-то. Согласен. Он у нас уже несколько месяцев лежит. Так, ну что, ночной гриль открываем, зажигаем, разогреваем. Так, все, гриль разогревается, так его оставляем, не будем ему мешать. Так, народ. Вот-вот у нас уже наша великолепная еда. Вот эти лобстрочки. Давай его сюда. Да, давай. Будем его разламывать. Решить. Это у нас масло с чесночком. И вот он. Горячий еще. Ну, конечно, он уже с гриля тоже. Хава. Ну вот, великолепно. Один готов. Ну что, приятного аппетита. Давай, пробуй этого лобстера. Этого лобстера? Сейчас попробую этого лобстера. Ммм. Тихоокеанский. Шикарный. Чувствуешь отличие с атлантическим? Я думаю, ничем не отличается. Размером. Размером. Вкусно? Приятно наловить и сожидать. Все, друзья. Приятного аппетита. Мы пошли заниматься своими делами. Под винишко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но мы едем дальше смотреть, что здесь интересного Сейчас мы поехали на другой спот Это также внутри барьерного рифа Потому что с нашей точки зрения это более безопасно И здесь очень красиво, потому что вода очень прозрачная И голубенькая, и такие яркие краски, яркие, сочные, просто великолепно И здесь много ракушек, большая часть из них живые Я их не беру, но поднимаю, чтобы показать Сереже и показать в камеру Вот это в моих руках сейчас, эта ракушка называется спайдер конч И причем это женская особь Вот у нее такие огромные пальцы, не знаю, как это назвать, шипы И когда вот такие большие, это значит, это особь женского пола Если бы были маленькие и коротенькие, это был бы мальчик Здесь я нашла, это tiger cone shell Она пустая, она такая зачуханная и грязная Но я ее обязательно очищу и будет в моем коллекции Еще здесь большие рыбы, которые прячутся под камнями, как мы рассказывали И вот есть желтая рыба Желтая рыба флейта, это гвоздь программы Она такая красивая Мы их любим встречать, они всегда такие крупненькие и миленькие Вот еще один конус, тоже пойдет в коллекцию Конусы собирать вообще очень опасно Они бывают зачастую супер ядовитые Но, как правило, если он отверстием лежит кверху Значит, это конус, который пустой, там никого нету Его можно брать Вообще, все ракушки конусы, практически все ядовиты в той или иной степени Но некоторые из них супер ядовиты, прямо фатально У них у всех есть шип, который как гарпун выстреливает В случае чего они используют это для охоты То есть они охотятся на мелких рыб, на других ракушек И таким образом они парализуют свою добычу Самые опасные из них это географический конус Конус мраморный И остальные я вам покажу из моей коллекции Какие самые опасные У меня они есть, но я их брала, когда уже на пляже Без, собственно, самой улитки То есть чисто ракушку Если вы видите под водой, не уверены, живая она или не живая Лучше вообще не приближайтесь Это очень опасные хищники У них яд настолько опасный В тысячу раз опаснее, чем яд кобры То есть если она ужалит То шансов спастись 0,0 То есть это гарантия Нет противоядия Это практически гарантия смерти Поэтому нужно понимать, насколько это опасно И просто не берите их в руки Потому что это, ну, не стоит того риска Чтобы посмотреть, что это же такое на земле лежит Дальше я встретила на своем пути смешную камбалу Она такая небольшая и вообще не пугливая То есть ее пришлось прямо буквально касаться Чтобы заставить пошевелиться У меня как раз в руках были вот эти вот спайдер кончи White tip shark, они могут быть агрессивные Они не рассматривают человека как добычу И на него не охотятся Но они могут проявлять агрессию Психануть Психануть, да, если им что-то не нравится Если эта акула, она там убегает То, конечно, за ней там можно поплыть, ее поснимать Но если вот она начинает нервничать и как-то вести себя плохо То лучше, конечно, ее не провоцировать Убегать к тебе, да? Ну, а в то время, когда Дина занимается исследованием живой природы вокруг Я занимаюсь охотой на лангустов И если набить немного руку, то получится их ловить достаточно легко И особенно в этой акватории, где их неимоверное количество Можно минут за 15 наловить себе на ужин А можно и на два, а можно и на больше Поэтому всем, все, чем я занимался Это нырянием Задерживаешь подольше дыхание Смотрев внимательно под камни Где видишь, торчат усы Начинаешь смотреть, где же он сидит И стреляешь Иногда бывает сложность, что сама стрела может застрять где-нибудь там внутри И ее будет очень тяжело достать А как бы вариантов нету Потому что ее доставать нужно Из-за того, что запасных-то нету Поэтому приходится быть очень аккуратными Чтобы не потерять то оборудование Которое позволяет добыть себе вкусную еду Семь карасей Таких вот хорошеньких Есть тут прямо большие, как кот по размеру Так, вот они наши братюнички Вот, вы видите, в пропорции Семь штук Мы решили в этот раз оставить лапы Потому что из лап мы будем делать Лобстера карри Это вкусная штука Только надо будет потом повозиться, когда ее есть Ой, что это у тебя здесь происходит? Раки варятся Так, это у нас пойдет завтра на гриль А вот это пойдет в холодильник на послезавтра В морозилку Короче, вот это сейчас у нас будет Лобстер карри И тут две тоже, кстати Которые потом уйдут в холодильник Это на салат Будет у нас оливье с лобстером Стильно О, карри Выглядит краска Ред пеппа Ред хост чили пеппа Я не знаю, сколько мы так кушать будем Ну, до сегодня сидим Да Там у нас этот играет Ну, я буду под музыку Очень легко понять по человеку, что он неспокоен сейчас Он с тобой разговаривает в прошедшем времени Ну, смотрите, когда тебе говорят Останови машину Это нормально А когда тебе говорят Машину остановила Это уже Past perfect Вот этот психованный Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Короче, мы решили сейчас перейти на сторону там, где сам канал Потому что мы хотим посмотреть Потому что в этой точке Акулы обещали Акулы хотим смотреть их Так, вот мы стали уже в другое место Выход Туда мы поедем сегодня смотреть на рыбов А здесь вот у нас такая красота Стоим на пятнадцати метрах Вот как быстро разворачиваемся О, возможно! Вот! Вы видите такой разрыв Это все вход сюда на атолл И мы поедем сюда Вот с правой стороны Будем нырять Там дайв-спорт После того, как мы исследовали всю внутреннюю акваторию Мы решили пойти наружу рифа Но я вам хочу рассказать о наших страхах Почему это, в принципе, такое мероприятие достаточно рискованное Если вы на Тузике выезжаете за риф И у вас у Тузика что-то случается с мотором То у вас одна дорога в открытый океан И если, скажем, лодок на якоринге стоит много То это не проблема Вы берете с собой радио И начинаете кричать Кто-то вас там подъедет Да привезет обратно А если вы стоите одни То здесь нужно быть супер аккуратными Понимать, что вы делаете И иметь возможность плана Б Например, там бросить якорь Если вас начало куда-то нести Но и весла, как минимум, иметь с собой еще Да, но если это течение на выходе из атолла Оно может быть очень большое На веслах куда-то там гребешь Нам повезло в этом плане Стояла рядом лодка И мы подплыли к ним И попросили их включить радио на 16 канал Ну, если что, чтобы мы могли с ними связаться И это нам дало там какую-то уверенность Что мы будем в безопасной зоне Еще был такой момент Который мы в первый раз не учли И поэтому мы на выход рифа не попали В первый день, как хотели В общем, тут такое дело Что важно с собой брать телефон с GPS Потому что при таких расстояниях Как на этом атолле Мы вроде как бы понимали, куда нам на Тузике ехать Но оказалось, что приехали не совсем туда Он абсолютно круглый У тебя нету ориентиров В общем, нету ориентиров И суть в том, что важно брать с собой телефон С хоть каким-то GPS Чтобы понимать, в каком направлении ты движешься И в каком направлении тебе нужно двигаться Ну мы же умные Мы же решили без телефона поехать Мы же все и так знаем Мы же все и так видим Ну вот этому человеку я поверила Который все и так знает, все и так видит И четко понимает, куда ехать В итоге мы приехали не туда Но это было прикольно Потому что мы приехали как раз в самое красивое место Где были самые красивые коралловые столбы И больше всего рыб Но на выход рифа мы уже попали на следующий день Потому что ехать на Тузике вдоль всего диаметра Это слишком долго Там волны и вода такая чопи В общем, это неприятно Поэтому мы отложили это на следующий день Ну вот сейчас мы находимся на рифе Барьерный риф И мы вышли из Атолла Но это место, конечно, потрясающее Единственное, мы не увидели здесь акул Как нам рассказывали когда-то наши друзья Которые здесь уже побывали Но сам риф, который находится снаружи Это что-то невероятное Он просто массивный, огромный Там такие каньоны Которые опускаются на большую глубину В общем, я был просто в огромном восторге Я была не в огромном восторге Я не могу сказать, что мне сильно прямо там понравилось Ну то, что отвесная стена из кораллов Это симпатично То, что там рыбы самые большие по размерам Тоже да Но по факту там Именно таких живых, разноцветных Каких-то супер богатых кораллов И большого видового разнообразия Ну, как по мне, не было Мне больше всего внутри понравилось Я согласен, что здесь большого разнообразия видового не было И что здесь даже не столько коралл, сколько камни Но оно такое Когда ты смотришь Есть большая панорама Есть перспектива И ты чувствуешь, насколько ты маленький И насколько, собственно, все эти камни огромные А эти попугаи, которым Которые по 60-70 сантиметров длиной Я таких вообще в жизни не видел Рыбы огромные Действительно, там самые крупные из всех, что мы встречали Но это не то, что мне больше всего нравится в рифах Остальное, что посмотреть Ну, не знаю Мне больше нравится внутри И, во-первых, еще и спокойнее Мне понравилось Вот это, как это называется Фишнерсери, да Когда рыба большими косяками плавает вокруг И ты прямо внутри находишься Фишскул Да, фишскул И вот это мне, например, понравилось Потому что рыба непугливая И она вокруг тебя Просто их тысячи Ну да, там мы попали Так, что увидели два раза Одну и ту же Я так подозреваю, что это была одна и та же стая Макрелий Они такие все крупного размера И абсолютно непуганные То есть мы прямо с ними поплавали А они вокруг плавают Причем ты их можешь там чуть ли не руками трогать Руку протягиваешь Обычно рыба убегает А эти никуда не убегают У рыбы нету ног И не клюет Потому что у нее нету клюва Нет, но вот такие моменты Ты понимаешь, насколько вот живая природа прикольная И богатая там, где нету людей Да, и богатая там, где нету людей И это все находится за рифом И ты понимаешь, что там еще немножко И там уже несколько километров глубины И ты находишься между этим атоллом И вот этими километрами И вот у тебя есть маленький кусочек земли Которую ты под собой видишь И понимаешь, насколько вот масштаб океана Насколько масштаб этого острова огромный Вот этим мне понравилось находиться снаружи этого атолла У тебя адреналина не хватает по жизни Вероятно Но если бы у нас, кстати, если бы мы не снорклили А взяли дай в оборудование То вот эти каньоны можно было бы спускаться Там не глубоко, там метров 10 всего Поэтому можно было по этим пещерам полазить Там течение нет большого Ну да, я так не люблю туда нырять Потому что можно зацепиться за что-то Запаниковать И когда ты там на задержке дыхания В общем, я в такие норы не лезу Ну, конечно, если с баллонами То здесь было бы проще Но на самом деле вся красота у рифов Находится практически на поверхности То есть и брать дай в оборудование Чтобы смотреть на камни снизу Мне кажется, это не самое интересное Что можно делать Нет, это имеет смысл, когда там каких-то акул подстерегать И долго плавать Возможно, ракушки искать Вот я все время об этом задумываюсь Потому что зачастую Мертвые ракушки, они присыпаны песком То есть иногда имеет смысл пошебуршать Хорошенечко по дну Ну, я так поднырнула, пошебуршала Поднырнула, пошебуршала Ну, в данном случае Дай в оборудование просто добавляет Автономности Нахождение под водой Даже не столько, чтобы нырнуть поглубже И смотреть поглубже Сколько, допустим, ты на глубину 3 метра Опустился Залег на дно И там 10 минут просидел Посмотрел, как вокруг тебя эти все рыбы плавают Я думаю, что надо будет так делать в будущем Мы еще встретили акул Я не знаю, что это за разновидность акул Но я не был в большом восторге от того, что я их увидел Потому что если, скажем Да, Сережа занервничал Да, потому что если это black tip shark Я знаю, что это такое И как бы по барабану White tip shark, которых мы здесь также видели Они могут быть агрессивными Но для этого нужно себя как-то проявить А эти акулы Мне они не понравились В общем, что это за акула, как вы думаете? Расскажите нам свое мнение Меня они не напугали Мне они показались любопытными То есть как-то агрессивно они себя не вели Но и не уплывали То есть обычно у них такая стратегия Они плавают Но когда ты начинаешь пытаться подплыть к ним поближе Они начинают улепетывать А эти акулы такие бесстрашные Их было две Возможно, дальше где-то есть и больше В общем, Сережа залез в тузик И настоятельно мне порекомендовал сделать тоже Мне нравятся эти акулы Они пришли сюда Делаем ноги Поплавало Но мне они не показались, в общем, агрессивными Нет, они вели себя нормально То есть я не думаю, что это не было опасно Но это как бы то, что я не знаю Я предпочитаю не вовлекаться Тут еще суть в том, что я иногда перед тем, как Ну, кстати, на самом деле практически всегда Перед тем, как посещать новое место Я включаю ютубчик и там ввожу название этого места И смотрю, что другие люди про это место снимали Чтобы ничего не пропустить важного и интересного И так я включила очередной канал каких-то там яхтсменов И там женщина рассказывала жутко страшную историю Про вот этот как раз Минерва Риф Их тогда стояло несколько лодок Там около десяти И на соседней лодке люди поймали рыбу И чистили ее И прямо вот эти все ошметки кидали возле лодки Как это обычно всегда и делается Как это все и делается, да Ну, она такая более прозорливая была дамочка Подплыла к ним, говорит Слушайте, вы можете здесь, пожалуйста, свои ошметки от рыбы не бросать Потому что вы привлечете акул Ну, ребята сказали, что тут такого Тут акулы все безопасные В общем, и продолжили делать то, что они делают На следующий день эта женщина поплыла на SUP Кататься вокруг и плавать с маской, с трубкой Тут есть еще рек Какой-то корабль затонувший То есть она, это было совершенно близко к их стоянке Она туда поплыла на SUP Начала плавать, смотреть, что там происходит И к ней подплыла акула Она испугалась Потому что это был был шарг трехметровый Вылезла на свой SUP Акула была огромного размера То есть она описывает, как это было значительно В полтора раза больше, чем ее SUP Прямо вот именно огромная акула Ну, такой можно испугаться Непонятно, собиралась ли эта акула ее атаковать Но она начала плавать прямо вокруг ее И под SUP В итоге это увидел ее муж Приехал на тузики И ее забрал вместе с SUP То есть она не получила никаких травм Но сказала, что жутко испугалась И акула почему-то не собиралась от нее плывать В общем Но это из-за того, что они привлекли этих акул остатками рыбы В общем, да Суть морали этой истории такова Что когда у вас есть какое-то место стоянки И вы там хотите плавать И чтобы ваши дети плавали И это местность, в которой есть акулы То вероятно не стоит их прикармливать рыбными ошметками Прямо в том месте, где вы собираетесь плавать Ну и вообще понимать, что вы делаете И читать поведение других живых существ в дикой природе Это залог вашей безопасности Ну да, и гуглить вообще, кто где водится Потому что мы когда плавали первые дни Мы не знали, что здесь есть вот эта какая-то суперогромная Там трехметровая акула Нам повезло, что мы ее не встретили Но в целом это могло произойти И непонятно, как было Ну мы на тузике, я не думаю, что это опасно Мы же не прямо вокруг тузика плаваем Ну согласен, да, согласен Там до плави еще до этого тузика И вообще, в общем, история нам это не понравилось Очень впечатлила И вспредь мы будем еще более внимательны И осознанными это все делать Тут я встретила маленькую Ну она такая среднего размера черепаху Интересно, что эта черепаха тоже такая непугливая И пока за ней не гонишься Она просто плавает Ты можешь к ней подплывать поближе Главное без резких движений Но дальше я позвала Сережу Он приплыл И сначала она вела себя вполне себе сдержанно Но когда он за ней погнался Она, конечно, начала от него уплывать С таким ускорением, что вы, собственно, видите Ну мне нужны были хорошие кадры Поэтому без вариантов Вижу черепаху, начинаю за ней гнаться Ну в целом лучше не гнаться То есть вот когда ты, наоборот, замираешь И ведешь себя так, как будто она тебе не очень-то интересна Она занимается дальше своими делами А ты можешь дальше плавать где-то рядом с ней И любоваться Если подрезюмировать то, что мы видели Я, конечно, могу сказать, что риф сам Ну не прямо супер богатый Но меня вдохновило то, что он это дикий То есть это то, как он находится в природе И в той природе, где нету людей Где животные не боятся присутствия людей Где это все развивается своим чередом И ты можешь прийти и просто наблюдать за развитием кораллов, рыб Чего угодно И не бояться Ты лукавишь Больше всего тебе понравилось то, что ты заохотил сумасшедшее количество лангустов Но это часть игры была Самая любимая То, что они огромные И то, что мы их потом еще несколько дней доставали из морозилки Что-то из них готовили И это было великолепно То есть как раз нам на весь переход Практически до Нумеи нам хватило Ну и еще мы не ловим и не охотимся на рыбу Как бы впрок мы не заготавливаем То есть если с лобстерами мы их там наловили 7 или 8 штук И это то, что нам... Нет, ты поймал 3 за один день И 7 за другой день Ну это мы их съели, да Ну я имею ввиду тех, которые мы во второй день поймали Потому что когда мы ходили на ружу рифа Мы же там тоже видели лобстеров Но мы их уже не брали Потому что... Потому что нету места в морозилке Я думаю не из-за этого Просто зачем нам больше? Ну вот у нас есть количество там еды на переход И больше нам не нужно Поэтому мы... Если нужно, мы поймаем рыбу А так, чтобы впрок заготавливать там килограммы лобстеров В общем, прикольное очень место Если каким-то образом люди там идут с Новой Зеландии на Тонго Или с Тонго в Каледонию В общем, место действительно стоит посетить Оно еще удобно очень расположено Получается, оно на такой хорошей дистанции Чтобы делать остановку, передышку на несколько дней И как раз вот поплавать Поэтому можно еще сходить на Южный атолл Потому что, собственно, этот риф состоит из двух атоллов Северного и Южного Мы были только на Северном И люди говорят, что Южный тоже очень красивый, великолепный Но не с такой ровной водой Туда все-таки заходит Свелл И Свелл заходит сюда тоже, но на высокой воде Когда полный прилив, когда риф меньше защищает от волн А если это как бы лоу-тайт То, конечно, внутри абсолютный флет И стоять очень комфортно В общем, место действительно рекомендовано к посещению Хоть здесь и места на сухой земле нету Потому что здесь вообще нет сухой земли Ну, разве что... Ну, когда большие амплитуды у Тайда То есть в полнолунии или в новолунии Там риф оголяется И оголяются прямо такие песчаные косы И такая каменно-коралловая поверхность Но мы этого не застали Потому что... Па раза в месяц всего происходит Да Мы были в другое время А на второй риф у нас не было времени для посещения Потому что включился прогноз Включился ветер И нам стала пора срочно идти дальше Мы уходим с ветром Да Это что такое? Это наше традиционное блюдо Первого дня перехода Возможно, и второго, если повезет Будет оливье То есть это проще готовить в первый день? Это проще готовить вообще заранее Чтобы не готовить ничего в первый день Захотел, проголодался Альтернатива есть Либо оливье, либо супик с пакетика Ну, либо самосы У нас три варианта Все хороши Все хороши Ну что, народ Вот мы побывали на Минерве Это уникальнейшее место на нашей планете Которое мы просто не могли никаким образом обойти Потому что мы столько о нем слышали И пропустить его Это было, ну, просто невозможно Я надеюсь, вам было интересно То, что мы для вас сняли Показали вам подводный мир И рассказали, в принципе, как здесь все устроено Подписка на канал обязательно Я хочу видеть, как растут цифры подписчиков На нашем канале Проверяем колокольчик Пишем коммент И, наверное, все А, нет, не все Телеграм-канал Ссылочка в описании Вот появляется сейчас в уголочке ссылка на телегу Я там почу много всего интересного А с вами Увидимся уже в следующем выпуске Пока Субтитры сделал DimaTorzok